Друзья, всех приветствую. Мы находимся сегодня возле Феи-3. Это Пеннерский проспект, город Крохтанапа, где приехали люди из регионов, в которых сейчас введено военное положение. Только что пообщался с женщиной, с ребенком. Они приезжали сюда, им вообще говорили, приезжайте на отдых. И не взяли ничего. И девочки говорят, что у очень многих вообще нет ничего. Понимаете? То есть сейчас я приехал поснимать наше воротерское движение солдатских матерей, которые привезли сюда гуманитарную помощь. День, как вас зовут? Меня зовут Юрий. Юрий, откуда вы к нам приехали? Мы приехали из города Херсона, привезли детей на отдых. То есть вы сюда не как переселенцы, не как беженцы, а просто приехали отдыхать? Да, просто приехали для здоровительного комплекса, физкультура, музыка, ракетомоделирование, авиамоделирование, игры, спорт. По итогу вам говорят, что вы теперь все, остаетесь здесь, обратно вернуться не получится. Нет, мы вот 30 числа приблизительно этого месяца будем назад везти домой детей. Надеетесь, что вы сможете вернуться? Да, мы планируем вернуться приблизительно в этих числах. Мы думаем, что все будет нормально, все будет хорошо. Вам не предлагали там сертификаты, вы приезжали именно на отдых? Да, именно на отдых нам никто ничего не предлагал. Мы назад вернемся с детьми вместе. Это вот сейчас новые люди, которые начали приезжать к вам в пансионат, которые сейчас оформляют, переоформляют документы, получают российские, именно они уже приехали сюда на ПНЖ. Да, вот это приехали беженцы, да, вот им предлагают остаться, нам тоже предлагали остаться. Ну, у нас все в населенном пункте дома целые, все, русская армия нас нормально защищает. Мы ни за что не переживаем и мы верим в то, что все будет Россия и все будет нормально. Вам понадобилась помощь, потому что вы с собой не взяли теплые вещи? Да, мы ехали, еще было тепло, дети приехали в футболках, спортивных костюмах, мы обратились в комитет солдатских матерей, нам привезли одежду теплую, носки, трусы, штаны, футболки, куртки, шапки, свитера, рукавички, все, туалетную бумагу, шампунь. Привезли даже больше, чем мы просили. Вам огромная, за оказанную помощь. Ну, а я желаю от себя, чтобы вы действительно вернулись, чтобы все было хорошо и мирного не было души. Как вас зовут? Здравствуйте, я Александр. Вы откуда к нам переехали? Херсонская область, Олешковский район, село Крым. Херсонская область. То есть вы уже сюда приехали на ПМЖ, получается? Да. А какое место вообще выбрали? Анапа или какой-то другой город России? Нет, ну, думаю, Анапа. Как вас встретили? Все ли хорошо? Нет, все отлично, все было хорошо. Проблем, да, не было ничего плохого, все было отлично. Здесь вас разместили, питание? Да, нам дали номер большой, потому что у нас 6 человек, четверо детей. У комнаты душ, туалет, горячая вода, все это есть. Девочки приехали с гуманитарной помощью, вам тоже понадобилось что-то для детей, может? Или вы все с собой уже окурали? Нет, ну, все с собой невозможно взять, это отдельная машина. Нет, нам дали памперсы, все необходимое нам будут рассказать. Документы оборотом, то есть все помогает, все решается там? Ну, с документами мы будем с понедельника заниматься, да, тут же сервисный центр в подготовке, да, и там все удобно, там все объясняют, все рассказывают, подсказывают, так что там все хорошо. Уже где-то что-то, может, в Анапе присмотрели, какой-то район? Мы еще не снили. Только вчера приехали. Только вчера приехали. А, только приехали. Почему Анапа? Курортный город. Красиво. Вы хотите на коротке жить? Курортный город – это сезонность, это тяжело. Это сезонность, да. Здесь для детей будет лучше море. Ну, это климат. Климат будет, да, очень будет климат подходить. А вообще не жалко? То есть все бросить свое, так сказать, наше? Конечно же. Нет чем-то. Да, конечно, жалко. То есть, ну, уже шансы отвернуться, вы считаете, что нет? Мы будем смотреть. Понял, спасибо большое вам дать, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Надеюсь. Сейчас находится уже более полутора тысяч человек в ФЕИ-3. Еще и во многих других пансионатах города-курорта Анапа люди приехали и ищут помощи. И наши граждане Анапы и вообще руководство города откликнулись на то, чтобы людей не бросить, помогать. Людей кормят. Единственное, проблема сейчас с одеждой, теплыми вещами. Точно здесь будем им помогать. Здесь работает отделение Сбербанка. Людям выдаются карточки, на которые будут идти перечисления на поддержку. Также здесь работают от «Единой России». Ребятам выдают канцелярские принадлежности для того, чтобы вообще их можно было занять чем-то детей. Здесь можете увидеть, сколько людей вообще, в принципе, нуждающихся в вещах. Это просто, конечно, что-то с чем-то, ребятки. К людям многие ехали просто на отдых. Остались тут, походу, надолго. Там очень много хороших вещей. Я так думаю, что отнесите домой, сейчас мы еще дадим с собой. У нас много. Мы ребятишка много. У нас игрушки, у нас много всего. А обувь там отдельно. Три дня назад к нам приехали двое ребят из ФИИ-3, попросили помощи. Мы приехали три дня назад, привезли машину помощи. И сейчас мы с девочками приехали. Уже вторую машину губернаторного пользования загрузили. Я хочу сказать, мы комитет наших солдатских матерей, мы своих не бросаем. Мы помогаем и солдатам, и матерям. А тем более сейчас приехали полторы тысячи человек к ФИИ. Все поможем. Хочу обратиться к нашим анапчанам, всем неравнодушным людям. Если хотите помочь нашим солдатам, нашим людям, которые идут на войну, наши ребята с военкомата, приходите на Краснодарскую-27. Мы всегда возьмем у вас ваш груз для солдат, но и можем одеть. Потому что там приходят ребята, которые идут сейчас на войну. Мы помогаем собраться на войну. Это от рюкзака до теплого белья и всего остального. Будем рады, что к нам обратитесь на Краснодарскую-27. Это решение разгрузить машину и выдавать все по спискам, чтобы не было ни давки, ни каких-то, так сказать, напряженных моментов. Люди получат все, что кому надо. А чего будет хватать, уже чуть попозже довезутся. Люди привезли целую газель. Вот что видите, сколько вещей. То есть полностью сейчас все разгружается, будет перебираться и уже адресно всем раздаваться. Вы можете видеть, одежда детская, детские вещи. Детская одежда, тоже детская. Здесь вот складывают, ребята, одежда женская. С этой стороны уже заносят гражданское, мужское. Одежда это тоже мужская одежда. Мужская, гражданская здесь одежда. Ребята все разбираются, молодежь им помогают. Ребята, смотрите, здесь мужская обувь, мужская одежда для гражданского населения. Именно для детей. И с этой стороны уже для женщин одежда собранная. Также еще мыло. Это приемы пищи. Ребята, вы можете увидеть именно, как кормят людей, которые остались сегодня в фее 3 на проживание. То есть это вторые блюда, овощи, напитки, термопоты, чтобы сделать себе чай, кофе, хлеб, нарезанный. Своя выпечка, соусы, масла, же кетчуп. В дачу приходят дети, им уже готовы первые порции. Как это выглядит? Рыбка, пюрешка и огурчик. Сколько деток, все радостные ждут, чтобы покушать. После раздачи подходят, садятся за столы и уже кушают. Сначала все ставят, все, что хочет, и потом уже расходятся по местам. Посмотрели один этаж организации общественного питания. Еще один этаж, на который люди также могут прийти и покушать. Людей кормят, людей приняли хорошо. Те, кто сомневаются ехать или не ехать, ребят, приезжайте, вам здесь очень будут рады. Не переживайте ни о чем, все будет хорошо у вас, о душе. Такие площадки, видите, заполнены, деткам хорошо играются. Детям включили музычку, дали мячики, они играют на площадках. Что видите, ребятам сразу предлагают здесь возможность работать, трудоустройство, сразу делают ксерокопии, если вдруг кому-то надо. Здесь жал подгодание, помогают людям подготовить какие-либо нужные документы. Там сразу принимают специалисты. То есть со всеми людьми работают. Везде волонтеры, именно сотрудники городских структур, чтобы все у людей было именно в одном месте, никуда не надо было побежать при этом. То есть работа налажена. Друзья, вот такая вот ситуация, очень много волонтеров. Кстати, если кто-то хочет, просто прийти помочь, может, с какими-то делами, может, и тоже обращаться. Любая помощь, в принципе. Ребята вчера приехали, сегодня смотрим на них, они пока еще сами не знают, но выбрали наш город для проживания. Для тех, кто не знает, то будут предоставляться жилищные сертификаты. Как это еще работать будет, я пока, честно, не знаю. Сколько там будет средств. Я бы, допустим, выбрал Сочи. Я шучу, да, это так образно говорят. То есть более развитый город, больше работы, меньше сезонности. Потому что Анапа, вот сейчас мы идем, если бы феи не было, здесь вообще перекати поле. Сейчас здесь, конечно, жизнь оживает. Открываются ролеты, открываются кафе, там всякие разные места. Общепита, потому что 2000 человек только в одном этом санатории отдыхает. Это еще близлежащие, там тоже очень много людей приехало. Вот как будут обстоят дела с теми, кто просто приехал на отдых, будут их возвращать или нет, будет ли у них все хорошо или в дальнейшем. Вот так же полностью поменяется судьба. Потому что одно дело, даже если ты хотя бы куда-то переезжаешь, берешь с собой какие-то нужные вещи, а другое дело, когда есть на отдых, ты с собой всегда не берешь все. И это вдвойне тяжелее. Если у вас есть желание помочь как-то, то у нас в телеграм-канале публикуются ссылки, информация о коллективе солдатских матерей. Они производят сборы не только гражданским лицам, но и ребятам на фронт отправляют. Так что вы можете поддержать, помочь. Я надеюсь, что этим роликом немножечко осветил вообще ситуацию, что здесь происходит, и у вас будет более полная картинка. Спасибо всем, кто неравнодушен, кто, кажется, с сердцем относится к людям, которые в беде. Вы сами видели, они стоят и полная надежда в глазах, верят в светлое будущее. Я им от души желаю, чтобы оно у них наступило.